А вот на вокзале я к Кенчану. Смотрите, римтермини, опоздание уже 30 минут. Вот вам римский вокзал. Вот так все время, почти каждый день. Венский поезд. Всем привет. Надеюсь, может быть, он в дороге нагонит. Будем надеяться. Вон там мой муж. На прощание выпьем венца. В общем, 50 минут ждем. 50 минут ждем. В общем, подходит поезд. На 50 минут опоздал. На 50 минут. Как только из Рима идут все время какие-то жуткие опоздания. Ленок, Юлька, я скоро буду. Скоро буду в Австрии. Вот. Потом поснимаю вагон. Покажу вагон. Будет австрийский поезд. Остерайх. Который курсирует. Римтермини. Вена. А у меня первый класс. Я хочу вам так показать, что такое люкс по-европейски. Значит, вот этот вот номер, он считается, вот в этом австрийском номере, это люкс. То есть, для одного человека должна я буду каким-то образом раскинуть вот эти сиденья для того, чтобы просто лечь. Значит, я показываю вам дальше. Сверху вот эти вот какие-то тут подушки лежат, видимо. Я не знаю, как. Вот у меня рост метр шестьдесят семь. В принципе, как я здесь могу лечь. Значит, вот эта дверь, она закрыта. Там находится соседний номер какой-то. Она его закрыла. То, что у меня здесь есть, это вот эта раковина. Все. Здесь нет туалета. Здесь нет абсолютно ничего. То есть, смотрите, дальше я вот, допустим, сейчас закрою дверь. Должна ее буду закрыть. И все остальное. Ну, значит, туалет вот здесь в конце. Есть и в другом конце. И нет Wi-Fi. Нет Wi-Fi. Значит, смотрите то, что они предоставляют. Это вот три вот такие вот подушки. Значит, я должна... Эта койка, она не раскладывается никаким образом, потому что вот лишь поры стоят внизу. Вот. То есть, я должна буду просто-напросто лечь вот каким-то образом сюда, на эту койку, и на ней спать. То есть, нет никаких... Простыни не предоставляются. Я еще раз повторяю, что это австрийский поезд. Твою мать, Европа. Что вот здесь такое у нас? Нет, это ничего сегодня отодвигается. И это люкс. Я еще раз вам повторяю. Я должна буду лечь вот сюда головой. Значит, здесь столик. Это если я захочу его открыть. Wi-Fi нет. Еще раз повторяю, Wi-Fi нет. Вот так я должна буду лечь. И вот на этом спать. Вот на этом, на чем люди сидели тысячу раз. То есть, даже не буду открывать чемодан, ничего не буду открывать. Но вот таким образом я доеду до цивилизованной Австрии. Едем, поезд опять остановился. Значит, вот здесь общественный туалет. А, душевая. Общественная. Офигеть. На весь вагон две душевые. Со стульчиком. Потому что здесь можно пописать. А пописать здесь можно вот таким образом. Два туалета на весь. Австрийский поезд. Вик-класса. Ну, пописаем. Вот смотрите, щелочка. Видите? Вот за этой щелочкой там находится соседнее купе. Вот она закрыла дверь. Там заблокировала его. В общем, я что вам хочу сказать. Я с большим трудом. То есть, вот. Раковина. С большим трудом. Я выбила сейчас то, что... Си? Да, иди-ка. Си, а капиту бен бене ком си фа. И грация девчих фатулас кола диски при пиркнёдере пербене по ноди и марине Костапорта. Грация мили. Грация мили. В общем, сказала им, что, слава богу, что я умею завязывать морские узлы, потому что я предупредила, что я эту дверь буду завязывать морским узлом. Вот здесь соседние, там здесь кто-то пососедство, что он будет пукать или там что-то еще делать. Я это буду прекрасно слышать. И вот сейчас опять поезд остановился. Он стоит, он не двигается абсолютно. Все. Но мне они пообещали принести простынку, чтобы я имела возможность спать. В общем, здесь полтора метра ровно. Никаким образом не раскладывается. Зарядить телефон. Но розетка не работает. Зарядка не идет. Что мне делать? Сейчас я буду опять их звать. Что мне делать? Мне нужна зарядка. Принесли ужин. Это мой ужин. Оказывается, бутылочку вот этого вина австрийского я купила за 9 евро. Иначе я не расслаблюсь. Оказывается, столик, он расставляется вот таким вот образом. А парень пошел узнавать, будет ли работать розетка или нет. Потому что я заряжаю вот таким вот образом. И он мне сказал сейчас, что во всем виновата Австрия. А я ему на это ответила. А вы считаете, что в Италии железная дорога функционирует лучше? Он говорит, ну как, но у нас, конечно, есть проблемы. Но что я ему ответила? Путин вас бы с такими проблемами отправил бы в Сибирь елки встречу. Он засмелелся. Меня перевели в другое купе. В этом купе работает розетка. И здесь нормальная кровать, которая раскладывается. Потому что в том, в котором я была, кровать не раскладывалась. Все. Да здравствует Европа. И поезд едет. Я завязала дверь на морской узел. Я их предупредила, что я буду завязываться. Тетир, Саня, отправьте, пожалуйста, как от меня, как от шкипера. Саня, как шкиперу. Как я прекрасно завязываю морские узлы. О, не шевелятся. И ручка не двигается. Прелесть прелестная. Ну что ж, сейчас я выпью австрийского винца. Правда, столик здесь такой же. Такая же по соседству дверь. Будем надеяться, что никто не войдет. Но, по крайней мере, у меня здесь уже совершенно классная койка. Я еду в Австрию. Телефон заработал. То есть, как заработал? Он может заряжаться. Вай-фая нет. Выпью вина. Да здравствует Евросоюз. Зато смотрите, какое они мне подарили классное австрийское полотенчико. Вот. Вот. И тапочки. Я это домой заберу. Тапочки заберу домой. Кинчано. И буду вспоминать, как я замечательно путешествовала из Кинчано в Австрию. Да, тапочки. На чемпионат Европы по фигурному катанию. Почти как мои конечки. Друзья, я вам предлагаю выпить за Евросоюз. Чтобы Евросоюз, он точно, это мы во Флоренции сейчас, чтобы Евросоюз, он так же процветал. Чтобы в Евросоюзе у европейских поездов были такие же замечательные полотенчики и тапочки. Чтобы европейские поезда ходили с такой же регулярностью, с которой они ходят. Чтобы так же работал Wi-Fi. И розетки, чтобы так же работали. Вот. И еще, вот сейчас вот в этом помещении, не меньше 30 градусов. Потому что они мне сказали, вы знаете, ну вот, вы извините, но у вас же розетка работает, мы вам купе поменяли, у вас есть теперь вот простынка. Но вот кондиционер не работает, поэтому жарко. И окно, как вы понимаете, не открывается. Стоим во Флоренции. Когда поедем, мы не знаем, когда мы поедем. Но мне парень сказал, что вот видите, вас Путин услышал. Поэтому мы вам дали хорошее КП. Хорошее КП. Вот. Где работает розетка. Хи-хи-хи. И где есть простынка. Друзья. Да здравствует Евросоюз. Да здравствуют европейские поезда. И электричество. Ну, а про газ мы вообще не говорим. Еду в Австрию. Юлька. Я чемодан переставила вот сюда, направо. Почему? Потому что у меня там провиант лежит. Вкусненькое всякое. Стефана собирал. Вкусненькое. Тосканское. Вино для Сани Гришина и для Ягудина. А ведь стухнет возле этой батареи. Градусов 35. Не меньше температура. Хи-хи. И, в общем, поставила чемодан сюда, чтобы не протухло. Чтобы ребенок не отравился. Ну и думаю. Вот если все-таки воры, там негры или румыны какие, вот ко мне ночью сюда влезут, ебануться об мой чемодан. Там ничего. Ну, две бутылки бьющегося есть. В общем, еду. В общем, я стою вот сейчас перед этой раковиной. Мне надо умыться. Но всем, кто путешествует вот такими поездами. Вот она раковина. Я рекомендую все-таки брать воду. Мне надо смыть тушь с ресниц. Я попросила, чтобы они мне дали салфетки. Они сказали, не положено. Говорю, почему не положено? И он мне сказал, парень, практически ясно. Салфетки мы не даем для купе, чтобы, извините, не ссали в раковину. И этими салфетками не потирались. Боже мой! Так мне примерно было сказано. Мне надо снять тушь с ресниц. Я не взяла салфетки. Ну ладно, я сейчас вот этой водой я умоюсь и так далее. Вообще сейчас немножко они опустили температуру. Пусть температура была нереально жарко. 25 января, день освобождения Аушлица. Я почему-то вспомнила форни печки. У меня, извините бога ради, у меня оба деда воевали. Но здесь была такая жара, что дышать было просто нечем. Ну вот сейчас где-то, ну может быть, около 30 градусов. Ну ладно, еду. Буду умываться и ложиться спать. Вот вроде бы как... Ой, глядь. Извините, что-то упало. Вот смотрите, вот этой салфеткой для рук спиртовой я сняла тушь, потому что другого ничего не было. Сейчас буду умываться. Но я вам не советую, кстати, пользоваться вот этой вот водой из этого крана. Потому что мало ли вот в этом отстойнике сколько она находилась. В общем, я сняла вот этой салфеткой. У меня здесь вот есть вот эта вот моя вода. Я ее с собой взяла для умывания. И мама мне посоветовала, ни в коем случае не пользуйся водой из их крана. Мало ли какая холера, потому что поезд едет из Рима. В общем, сняла тушь. Сейчас вот я обработаю лицо своим лосьоном. А, кстати, еще вот можно использовать для снятия туши вот эти беруши. Потому что если вот они дают их обязательно. Это не тампаксы, это беруши. Тампаксы не дают здесь. Это вот в уши вставляют. Потому что если у вас в соседнем купе кто-то храпит, как обезьяна, то вот вы ставите себе эту штуку в уши и не будете его слышать. Доброе утро. Мы уже в Австрии. 6 часов 20 минут. Поезд опаздывает на 40 минут. То есть мы где-то минут через 40 должны приехать вот в тот город. Я попросила, чтобы меня разбудили за час. Но мне кажется, что они забыли это сделать. По идее они мне должны принести завтрак. Я там даже что-то выбрала. Но пока никто не приносил, проводника нет. Я вам что хочу сказать. Вот в этом вагоне только я и еще одна корейская семья туристы. Я поняла одну вещь, что это какое счастье, что у меня нет предрасположенности к мигрениям. Потому что было очень жарко в купе. Просто жутко жарко. То жарко, то потом немножко опускали температуру, что-то у них не работало. Потому что у девчонки развалялась голова. Так ночью она страдала. Ой, мешки под глазами. Ну ладно, нет. Но я все равно так более-менее выспалась. В общем, подъезжаю. О, смотрите. Это мой австрийский завтрак. Здесь какая-то жидкость. И здесь какая-то жидкость. Но в одной из них это, видимо, молоко, а в другой кофе. О. Лен, скажи, пожалуйста, что-нибудь есть на завтрак? Еду. Но очень мне повезло. Потому что следующий стыкующий поезд. Маленькая электричка, которая идет в Грац. То есть вот я приехала в Любин. И сразу же отходила электричка в Грац. Поэтому 10 минут и я отходила. Продолжение следует.